Здравствуйте, меня зовут Андрей Дреер, вы смотрите программу Коммунальной патрули, вот что вам сегодня расскажем и покажем. Чаша терпения переполнена. Чаша терпения переполнена. Она не действует давно и, по мысли местных жителей, это одна из причин, по которой у них постоянно забивается канализация. Стоки выходят прямо через люки и весной здесь пахнет далеко не цветами, поэтому мы приезжали сюда по просьбе местных жителей и попытались разобраться в их проблеме. Дома номер 56 по улице 2-я строительная хотят показать нам как можно больше. Годами здесь забивается канализация, годами ее не могут привести в порядок. Начинается осень, начинается зима, у нас периодически возникает вот эта проблема. Ну, как-то вот, не знаю, до сегодняшнего дня, будем говорить, не до сегодняшнего, уже дня 4 как у нас бежит и проблему не могут решить. Насколько нам сейчас известно, приехал Горводоканал, что они сейчас делают или нет. Но Горводоканал всего лишь на вызове. Сам злополучный участок канализации, как нас заверили в пресс-службе, им не принадлежит. Находится на балансе управляющей компании, которая дом обслуживает. Если бы, как говорится, через камеру еще этот запах передавался, все бы, чтобы видели, то вот, пожалуйста. А запах идет в квартиры? В квартиры, даже она поднимается до третьего этажа. Из ванн, из унитазов, первые этажи, цокольных этажей, вообще люди порой бывают, через верх бежит унитазы, черпаем и помогаем, выносим людям. Была у нас такая сильная очень ситуация. Сейчас люди тоже мучаются. На период мы же не можем перекрыть воду и не пользоваться. На простом рассказе жители не успокаиваются, хотят, чтобы все видели источник их бед. Давай его, бросай его, на бок, на бок его бросай. К счастью, увидеть это мы вам не позволим, а вот все вытекающее. Санэпиденстанция прошлый год приезжала, у нас находили кишечную палочку. Все это бежит в огороды Путейских, жителей улицы Путейской. С ними мы тоже конфликтуем. На улицу Путейскую, что лежит ниже, обычно этот поток и выходит. И поверьте, этого ручейка хватает, чтобы запах испортил людям жизнь. Ну вот все бежит людям, вся канализация и в пивоварку. Находчивые жители улицы Путейской проложили канал для стоков из чужой канализации. Система отведения нескольких многоквартирных домов сразу не справляется с нагрузкой. А управляющая компания, как говорят собственники, перестала чистить. Суть в чем, вот до этого времени, вот получается, было все хорошо. Если вот чуть-чуть только побежала, все, они приезжают, тут же все, вот один звонок и все, они приезжают. Что опять сейчас произошло? Почему опять вот такой вот негатив к нам? Я что хочу сказать, вот мы с Натальей обсуждали этот вопрос, вот обратите внимание, вот видите, это же чье, это жильцов. Это да, вот вытаскивали, это уже стал советский. Это жильцы, жильцы, грубо говоря, не следят за это, за своими обязанностями. Мы побывали в управляющей компании «Наследие», которая занимается этим домом, но ни руководства, ни специалистов, готовых ответить на вопросы, не нашли. А нам управляющая компания «Наследие» нужна, руководители. А его сейчас нет. Его нет. А с кем-то можно поговорить, с техническим специалистом? Никого пока нет. Вообще никого нет. Не надо снимать, пожалуйста. Ну мы имеем право снимать. Ну а я не хочу, чтобы вы нести меня. Нам дали телефон, по которому мы сможем позвонить позже. Человек, к которому мы дозвонились, представляться отказался. Мы в этот канал просили прочистить, потому что у нас спецтехники такой нет. Там большинство людей, когда приезжают, сдача начинает туда все. И продукты, и тряпки, и все остальное. В основном вытаскиваем тряпки, продукты. В управляющей компании говорят, что работают над прочисткой канализации, но жителям нужен результат. Мы пошли в прокуратуру, обратились. Прокуратура нам просто-напросто ответила. Мы нашли виновных, наказали. А кого виновных нашли? Ответа никакого. Вот я вам говорю, у нас есть ответ. Лежит, мы нашли виновных, наказали. Все, вы можете к нам прийти и, допустим, ознакомиться. Кого наказали, непонятно, но канализация домов под номерами 56, 54 и 46 по улице 2-й строительной в те счастливые минуты, когда не забивается, выбрасывает стоки напрямую в реку Пивоварку. А если бы там бы не бежало, соответственно, здесь бы... То есть здесь обычно поток идет? Да, конечно. Все, 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 да, все бежит. Это подарок всем местным жителям, которым когда-то, наверное, было приятно жить в маленьком частном доме на берегу очень тихой реки. Ну а запах до вас доходит тут постоянно? Конечно. Понял. Вот особенно по весне. И нюхаем, мы уже больше 30 лет живем, пронюхаем. Канализация – важный вопрос к управляющей компании, но только один из многих. 56-й дом выглядит так, будто отдан на откуп природе, но это, конечно, только кажется. Зимой у нас дворников нет, эти крыльчки не чистятся. Пожилым бабушкам очень тяжело подниматься. Попросили, вот сделали, я считаю, что это тяп-ляп. Заштукатурить путем нормально, не заштукатурили. Вы считаете, это нормально, что ли, или как? Вот здесь, получается, это не рассыпалось, а это в таком виде они и сделали? Это в таком они сделали, да. То есть вот так они и налепили? Да, наляпали, накидали, и ничего. Это что это? Это у нас отопление входит туда. Трубы отопления находятся прямо на выходе из подъезда. Они не утеплены, есть риск, что зимой просто промерзнут. Нет дверей не только в подъезде, но и во всех, с позволения сказать, технических помещениях. То есть любой может перекрыть. А у них сантехник есть? Да, электрик, сантехник, инженер главный есть. Они хоть приходят в дом, смотрят, но видят, в каком состоянии это. Да все они в курсе, они все знают это, они все в курсе. То есть вот здесь то, что висит, это все номинальное, оно не закрывается. Зимой у нас и бомжи тут спят. Для намадов городских просторов условия, конечно, неплохие. А что сделано для собственников? Оголенные провода, отсутствие ремонта и всего того минимума, который управляющая компания должна обеспечить. А это в таком виде почта в квартире? Да, да, можете заснять это тоже. Прекрасно, даже чьи-то квитанции даже здесь. Долги жителей все же важная причина того, почему так выглядят дом и подъезд, по словам управляющей компании. Жильцы не оплачивают по текущему содержанию. Долг на доме миллион девятьсот на данный момент. Можете съездить на доме, сфотографировать. И все работы, которые надо проводить на доме, мы минимальные проводим. Подготовлены дома к сутопительному сезону. Восстанавливаем все, что надо было. Чтобы восстановить такой же восстановленный дом, жителям надо повышать тариф на содержание жилья. Это все, что нам смогли сказать в управляющей компании «Наследие». Вопросов по содержанию жилья к управляющим компаниям всегда будет много. Конечно, в таких домах побольше, а в таких домах чуть-чуть поменьше. Хотя причин для конфликта и без того много. Например, как часто вы слышали, как соседи выясняют кому, где и как ставить свой автомобиль. И мы решили узнать, можно ли за собой закрепить парковочное место только так, что по букве «Законно» и для этого, конечно, обратились к специалисту. Для начала, как ни странно, необходимо найти соратников. То есть людей, которые поддерживают вашу идею и готовы вам в этом помочь. Далее, собравшись с ними, вам необходимо изучить публичную кадастровую карту города Барнаула, в которой изображены придумывающие участки домов города. Там указаны, в принципе, границы данных участков и все места, где вы можете разместить данные машиноместа. После этого вам необходимо нарисовать в обязательном порядке предположительную схему размещения новых машиномест с обязательным указанием номеров данных машиномест. Далее, данная группа собственников должна инициировать общее собрание, на котором поставить в обязательном порядке следующие вопросы. Первое – это утвердить, в принципе, данную план-схему, где вы указали эти места. Следующее – это утвердить за каждым из собственников номер парковочного места. И третье, конечно же, это определить источник финансирования работ по строительству, ну, или благоустройству территорий для вот этих парковочных мест. Это может быть как сами же автовладельцы, которым будут предоставлены машиноместа, или же это за счет, допустим, дополнительных расходов всего дома. Если закон на вашей стороне, но вы все же не можете решить ваши коммунальные проблемы, обращайтесь к нам, заходите на сайт, заполняйте заявку. Мы приедем и попытаемся вам помочь. Это был Коммунальный патруль. Встретимся с вами в следующий вторник.